Всем привет! Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет о том, как при помощи Windows 10, без использования различных программ и приложений, включить во время игры панель мониторинга железа и FPS, то есть такую же панель, которую вы видите сейчас у меня в правом верхнем углу экрана. Как видно, в данной панели во время игры у меня отображается следующая информация. Нагрузка на процессор, CPU, видеокарту, GPU, видеопамять, расход оперативной памяти, а также количество кадров в секунду, то есть FPS. В общем, если у вас Windows 10 выше октябрьской версии 18.09, то вы без проблем можете активировать такую панель мониторинга во время игры. Теперь подробно и пошагово о том, как активировать данную панель мониторинга и настроить ее для отображения полной информации, как у меня. Все будет как всегда быстро и просто. Итак, поехали! Начнем все с самого начала. Для того, чтобы активировать панель мониторинга, вначале вам необходимо убедиться, включена ли у вас в Windows 10 функция Xbox Game Bar. Для этого заходим в пуск, параметры, игры и проверяем, включен ли у вас здесь данный ползунок. Если нет, то включаем его. Далее закрываем данное окно и пишем в поисковике Windows управление компьютером, после чего жмем здесь на управление компьютером. Здесь заходим в Локальные пользователи и группы, заходим в папку группы, чуть правее заходим в Пользователи журналов производительности. Жмем здесь Добавить. Теперь здесь в этом поле необходимо написать имя своей учетной записи с правами администратора. Чтобы посмотреть имя своей учетной записи, жмем Пуск, Параметры и Учетные записи. Как видно, имя моей учетной записи Технокомпьютер, с правами администратора. Далее закрываем это окно и вводим в это поле имя своей учетной записи, в моем случае я пишу Технокомпьютер, после чего нажимаем на кнопку Проверить имена. Как видно, перед именем моей учетной записи появилась надпись Дисктоп с различным набором букв и цифр. У вас могут быть другие буквенные и цифровые обозначения, после чего нажимаем ОК. Применить и ОК. Закрываем все окна и перезагружаем компьютер. Перезагрузка компьютера обязательно. После того, как компьютер перезагрузился, запускаем какую-нибудь игру. Итак, игра запущена, запускаем панель мониторинга. Для этого на клавиатуре одновременно нажимаем две клавиши Win plus G. После чего открывается встроенная в Windows 10 игровая панель Xbox Game Bar. Закрываем лишние окна и оставляем только панель Производительность. Если данная панель у вас не открылась, то нажмите здесь на значок Производительность, после чего она откроется. Как видно, в панели производительности в моем случае отображается полная информация. По ресурсам процессора, видеокарты, оперативной памяти и количество кадров в секунду, то есть FPS. По желанию, данную панель можно растянуть до определенных размеров, либо сделать ее полупрозрачной или прозрачной, для удобства отображения в игре. Для этого нажимаем здесь на значок Параметры, ставим здесь галочку и перетаскиваем этот ползунок, меняя прозрачность панелей мониторинга. Я оставлю, например, прозрачность на 50%. Далее закрываем окно настроек и размещаем панель производительности в нужной вам области экрана во время игры. Например, я оставлю ее в правом верхнем углу. Чтобы ее закрепить, нажимаем здесь на кнопку Закрепить. Далее выходим из панели настроек Xbox Game Bar, нажав один раз на клавишу Escape, после чего настройки Xbox Game Bar закрываются, а полупрозрачная панель мониторинга производительности остается. Чтобы вернуться к настройкам панели производительности, опять нажимаем одновременно две клавиши Win plus G. Теперь пару слов о том, для чего мы делали настройки в управлении компьютером и привязывали свою учетную запись с правами администратора. Делалось это для того, чтобы в панели мониторинга во время игр отображалось количество кадров в секунду, то есть FPS. Чтобы отвязать свою учетную запись пользователя от журнала производительности, делаем следующее. Но учтите, тогда количество кадров в секунду показываться не будут. То есть возвращаем компьютер к первоначальным настройкам. Для этого выходим из игры, пишем в поисковике Windows управление компьютером, жмем Enter, здесь нажимаем локальные пользователи и группы. Группы, пользователи журнала производительности, нажимаем на привязанную учетную запись и жмем удалить. Применить и ОК. Теперь количество кадров в секунду в играх показываться не будет. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока!